Очевидно, что все украинцы интересуют вопрос, что там Херсон, когда Херсон, если можно на него ответить, если вы имеете аргументы, которые вы используете, то попробуйте, Игалин. Мы же видим, как до этого Украина все города освободила, она их обходила, создавая мешки и ставя перед врагом непростой выбор. Или остаться внутри, и значит быть окруженным полностью, или попытаться выйти, убежать. Но они бросали технику, убежали, из Изюма бежали, мы видим, что пытались бежать, и бежали, и кто-то смог, кто-то не успел, из Лимана, только попросав технику. Ну и очень многих постреляли, поубивали, вот кто не успел. Потому что начали поздно выводить, надо было раньше выводить из Лимана. То же самое будет и с Херсоном, то есть после того, как будет кольцо сожмется вокруг Херсона, никто, они в лоб штурмовать город не будут, конечно же. Как не штурмовали ни Купенск, ни Изюм, ни Балаклею, ни Лиман в лоб не штурмовали. Так же самое и Херсон. Херсон еще более крупный город, то есть тем более не нужно штурмовать в лоб. Но мост разрушен, территория будет вся освобождена, город будет окружен. Дальше у гарнизона будет выбор или просто умирать, или сложить оружие. Никакой гарнизон не может вечно находиться в окружении, он рано или поздно сдастся. Короче, интересное вопрос от Дмитра Фасенка. Власне, благодаря чему удалось прорвать сейчас фронт на Херсонщине после успеха на Дома и на Харьковске? Такое впечатление, что просто Украина и военные силы Украины смогли переместить больше своих войск в этот напрямь и прорвать. Чи можно ли вы бачите какие-то инши причины, завдяки чему вдаётся зараз активно просуваться на Пивно и Херсонщине? Ну, тут несколько моментов. Во-первых, опять же, мы не знаем насчёт задумки Генштаба, мы не знаем, а пытались ли сейчас, как в неделе 3 или 4 последних, реально прорвать. Может, не пытались, может, именно сейчас провели такое усилие, которое не было сделано до этого, мы же не знаем. Но если мы допускаем, что всё-таки до этого были усилия и не получалось, и сегодняшнее усилие, оно не намного сильнее и больше, то может быть ещё такая причина, как слом боеспособности их подразделения. У любого подразделения есть уровень прочности, так называемый. После какого-то этапа оно просто рассыпается, просто не может дальше держать оборону, не может потерять боеспособность, превращается просто в неорганизованную толпу людей и так далее. Это количество потерь, это отсутствие ротации, ещё несколько факторов, естественно, снабжение, обмундирование, питание, обеспечение, мораль, куча факторов все вместе. Они вот вместе, в совокупности своей, показывают вот эту прочность. Возможно, на этом участке как раз у нас, где сейчас прорыв, там просто всё сломались, сломались российские части, их прочность была на пределе, и теперь они просто посыпались, то, что называется, на военном сленге. Продолжение следует...